так друзья всем привет короче наверно кто давно следит за мной видел что у меня вот эта лапа лопалась вон уже клееная она который прижимка для филамента и началась такая же проблема у меня я печатал и не закрывает он пористая получается я разбирал уже сейчас смотрел опять лапа отошла лопнула то есть плохо подает пластик и я короче заказал себе комплектик внимание 500 рублей цена ссылочку оставлю в описании сейчас покажу что купил купил я себе вот такой значит комплект смотрите это все алюминий значит я не знаю как правильно называется хреновина ну короче был корпус до вот этого прижимки этой сама прижимка алюминий далее шестерня приводная запасная на мотор латунь и она зажимается с двух сторон винтами я не знаю как родная родная говорит говорят посажена и и надо стягивать пока менять ее не буду разберусь но если там она тоже прикручена вот так по бокам то будем снимать на менять на новый если нет то и пусть она стоит еще один комплект усиленных пружин под стол у меня они стоят замечательная вещь рекомендую вообще уровень практически не сбивается то есть держит хорошо две резинки на экструдер трубка сколько здесь не знаю но на видимо на хватит на принтер полностью менять тоже пока не буду то что в заморочки надо разбирать хотим будет ну то есть как-нибудь заморочить по меня если начнет мозг компонсировать хотя она внутри стирается и начинает мозг компонсировать эта штука но пока не буду менять и полностью набор винтов с подшипниками вот пружиной под прижимку сейчас поставлю это все и покажу как это уже выглядит все на принтере так я все разобрал оказалось туда реально родная шестерня на мотор на прессованном поэтому я ее трогать не буду на хорошем состоянии причем размером она с шестерней покупной одинаково то есть напугали что здесь покупная шестерня больше диаметром поэтому снимать иначе будет изгиб сторону филамента то есть но оказалось что мне повезло все снял сейчас буду собирать и ставить обратно делал 5 минут значит столкнулся с такой проблемой вот здесь винт натяжитель стоит вот такой то есть больше диаметром чем вот здесь отверстие под него то есть это сюда не вкручивается и в комплекте ничего похожего нет подобного беру значит отсюда длинный винт под шестигранник крепления которые вот здесь стояла вот здесь лапки самой и буду вот сейчас вот такого вкручивать благо там резьба есть и он подходит в комплекте конечно куча коротких винтов но они меня не устраивают то есть как бы может какой-то из них и должен быть не видите короче поэтому поставлю вот этот винт я думаю все будет работать вот такая разница прижимных пружинах левая это родная правая это вот с этим механизмом пришла будем ставить вот эту побольше снял обратно лапку потому что вот на этой значит здесь есть выступ вот он который чтобы пружинка не убегала упора а здесь сделана резьба сейчас кручу простой болт туда с комплекта поставлю чтобы как направляющий для пружины было и приключу обратно все друзья все стоит на месте на своих местах все работает отлично пружинка даже жестковато кстати может я подумаю одну и поставлю если будет продавливать проволоку но может я так думаю что это жестко все стоит классно сейчас ставлю проволоку и посмотрим как ровно она идет все а филамент на месте я поменял кстати пружинку поставил более короткую все таки потому что стоит мне казалось что она передавливает все таки был какой-то легенький изгиб вот в эту сторону как он нажимал теперь все хорошо откидывается филамент вставил все отлично завтра наверное завтра послезавтра будем тесте сейчас уже поздно есть большая модель которую надо напечатать наконец-то теперь у меня здесь все тюнингованная красная спортивная все алюминий теперь минус одна проблема enter 3d о господи ender 3 3d печати наши так ссылочку оставлю в описании кому интересно переходите заказывайте вот комплект я не помню есть там левый и правый я в описании напишу какой я заказывал потому что есть который вот сюда лапка стоит есть зачем-то в эту сторону какой я заказывал я обязательно напишу все всем пока